Огромный привет всем, ребята! Мы продолжаем играть в Sims 3 времена года. Нет, это не времена года, это Sims 3 Монте Виста Семья Сарту. Да, это уже 12 серия. Так вот, давайте мы не будем разглагольствовать, а приступим играть. Значит так, что я хочу сделать в этой серии. Сейчас у нас задача есть небольшая. Это пополнить баллы счастья нашей Марии. Потому что я хочу купить награду плодовитости. И нам осталось совсем чуть-чуть, как вы видите. Осталось 700 баллов, и все. И мы сможем купить награду плодовитости. В общем, значит так, я покупаю эту награду, и мы заводим ребенка. Я уже не буду так сильно, не знаю, я хотела раньше смотреть детский канал. Просто смотрите, смотреть. Лучше сразу будем уверены, что у нас родится двойня. Все. Поэтому я покупаю награду. И покупаю я эту награду Марии, а не Андреа. В общем, сейчас мы делаем так, чтобы у Марии появился навык. У нее есть желание, как раз прибавится 1000. И как раз потом мы сможем купить эту награду за баллы счастья. Так, значит, мы в этой серии, я думаю, заведем ребенка. И будем ждать. Три дня, наверное, сколько там они еще ходят с животиком. И еще в этой серии у нас будет день рождения нашей собачки Типани. И мы можем ее отпраздновать так в семейном кругу. Приготовить что-нибудь вкусненькое. Собачку нашу угостить. Пообщаться с нашим песиком. И вообще, может, он прямо сейчас вырастет уже. Он бегает. Собачка наша бегает. Так, седьмой. Уже до седьмого уровня. Все, мы исполнили это желание. И поэтому мы сможем уже купить награду. Так, покупаем. Это самый-самый наш знаменательный момент. Покупаем плодовитость. Вот. И, наверное, все-таки пускай она еще получит. Потом мы отправимся домой. И потом мы сделаем... Вы знаете, что мы сделаем. Купить плита не дешевле. Ух ты. Как ты у нас тут разошлась. Тысячу символионов на плиту хочешь? Ну, давай ты потом, попозже, когда у нас появятся деньги. А деньги у нас появятся скоро. А, давайте, знаете что? Давайте она не будет у нас читать. А она у нас позвонит Феррари. Поболтает с этим мужичком. Я хочу, чтобы он стал лучшим другом семьи. Поэтому пускай разговаривает. Андрей у нас ловит рыбу. Поймать рыбу нового вида. Так. Весом 10 килограмм. И рыбу нового вида можно? Я думаю, у нас это получится сделать. Сейчас он половит рыбу. И мы отправимся в магазин, чтобы эту рыбу, соответственно, продать. Так, где у нас тут магазинчик-то? А он далеко. У нас он очень далеко. Закусочный продуктовый магазин. Ух ты. Ой. Да... Как мы забываем. С днем рождения, моя лапонька. Я не думала, что так скоро случится. Чего они так забывают? Мне как-то немножко странно. Ой, ты моя лапка. Ааа, какой музончик. С днем рождения, Тиффани. Маленькая собачка, да? Я так и думала, и в принципе в комментариях писали. И вообще, когда мы ее брали, там было написано маленькая собачка. Ой, моя взрослая девочка, теперь надо возвращаться домой и тебя с тобой пообщаться, да? Моя лапонька, с тобой надо пообщаться. А ты сначала лучше покушай, пока Мария не приехала домой. Покушай, наверное, сходи в туалет. Можно здесь... Подождите, а почему она писать не может? О, давайте мы сейчас... Мария сходит... Приедет домой и сходит погулять собачка. Точно. Точно. Говорят, что Мария Сарта получает все больше положительных отзывов в свою деятельность. Имя Марии все чаще слышится в разговорах горожан. Продолжайте в том же духе, а пока Мария заметная фигура. Класс. Классненько. О, у нее две звезды, а у Андрея одна звезда, так что наша Мария суперкрутая. Так, ребят, я думала, пора продать тыквы. Давайте продадим этих тыквок. Жалко, что за... Ой, что-то я не то сделала. Жалко, что за эти тыковки ничего не дают, никакие денежки. Хотя бы давали бы там 5 миллионов, 1 миллион. Я бы не отказалась. О, она хочет вручить подарок. Вручить подарок Джонни Феррари. У нас вообще можно что-нибудь вручить? Мы можем вручить семечко тыквы. Вот это самый нормальный подарок, который будет. У нас больше ничего в багаже нет. Мы можем потом когда-нибудь по яйцам. Так, она пришла. Давайте пообщаемся с нашей собачкой. Расчешем ее. Мы никогда еще ни разу ее не... О, мы уже с ней очень хорошего отношения. Вы посмотрите, у нас куча разных можно сделать действий с ней. Клево. Сейчас посмотрю. О, она подруга. Так смешно звучит, подруга. Да, мы сейчас сходим с ней погулять. Тогда мы еще лучше с ней встанем. У нас еще лучше отношения с ней станут. Мыть питомца в ванной. Отправиться на прогулку. Давайте мы отправимся в парк Лунная Дорожка. Общественный бассейн. А мне интересно, что это за парк такой интересный. Так, отвечать на телефон мы не будем. Пускай звонит. Парк Лунная Дорожка. Что-то тут какое-то... А, наверное, где-то вот здесь. О, давайте мы отправимся. Просто я не думала, что мы до этого места дойдем. Главное, просто отправимся погулять с собачкой и все. Без разницы куда. Идем вот сюда. Лунная Дорожка. Наверное, я... Все. Так, Андреа, ты у нас, наверное, хватит уже рыбачить. У тебя тут гигиена. Отправляйся в магазин. Тебе надо отправиться в магазин и продать олиппо. Рыбки мы, наверное, немного наловили. 87 миллионов. Ну, тоже деньги, знаете, я вам скажу. Так что ничего. Надо, конечно, больше, больше, больше. Так, что-то подружиться с пиржанажем. Тебе тоже по имени Ламборджи. Ну, давайте подружимся потом, когда-нибудь. Когда-нибудь мы это сделаем. У нас, кстати, есть тут цель. У нас, да, у него есть цель написать драму. Напишем драму. Ну, давайте вот сейчас прямо и начнем. Сейчас он пойдет, продаст. О, да, кажется, Тиво и Мария нашли общий язык. Теперь они лучшие друзья. Замечательно. Теперь все равно пускай сходят погулять. Наша собачка хочет писать, поэтому... Эй, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не надо писать, пожалуйста. Нет, давайте вы сходите погулять все-таки. А, Ташка, Луги. Обнять? Вы вообще погулять сходите или как? Ладно, давайте мы... Сейчас она обнимет и собачка пописает Прямо здесь Так, а Марии у нас надо Ей повысить нужду Естественную нужду И наверное Нет, у нас есть фруктовый парфет Значит ничего готовить не надо Собачка деписай Так странно она обошла Все, блин, домик маленький Но после того, как родится ребенок Просто именно после того, как родится ребенок Мы переедем Как деньги я получу, вы узнаете потом Мне кажется Такой интересный образ получения денег будет Андрея, ты у нас Все, отправляйся домой Тебе надо принять душ будет Ух ты Нет, мы лучше не будем в ванной это делать Мы это сделаем В спальной комнате Собачка спать Ты пошла спать? О, давай ты сначала разрушение поднимешь А потом пойдешь спать, хорошо? Моя заинка Моя маленькая Ты моя хорошая девочка Такая сядка Я не могу У нее такой хвостик такой милый Так, Мария, кушай Андрея Едь домой и принимай душ Кстати, Марии тоже надо душ принять Давайте мы Давайте мы позвоним Нет, уже, наверное, поздно опять звонить этому чуваку О, он хороший друг Еще чуть-чуть И мы Станем лучшими друзьями Я думаю, мы станем Это в скором, наверное, завтра Уже станем лучшими друзьями Что сделать? Давай ты у нас Уберешься Что ты у нас еще хочешь? Приготовить фруктовый парфет Это что-то готовила Ну, можно сделать Нормально Гену У нее тоже гигиена Можно ей в душ Или можно завтра в душ пойти Давайте завтра Так, Мария, Мария Давай ты посмотришь погоду Мне интересно, когда у нас снег выпадет У нас же сейчас зима Я, кстати, сократила зиму Так что у нас три дня всего лишь будет совсем чуть-чуть И наступит весна И это здорово Я так хочу, чтобы у нас реально В мире наступила весна Что просто вы не представляете Так, сегодня у нас солнечная текущая погода Точнее, завтра будет буран Минус 8 Какая-то не очень низкая погода Потом легкий снегопад И потом опять солнечно Ну, в общем, наступит весна, соответственно Это будет здорово Андрея, сходи в туалет И давайте Идите наверх Оба идите наверх Сейчас она тоже Я не знаю Я думаю, душ пускай завтра утром примет Переключи канал там, не знаю На реальный мир Не знаю Любой Все, он сходил Мария Хватит смотреть Ты Иди Расслабиться И ты Ты тоже Иди сюда Все Я думаю, вы понимаете, что я хочу сделать Блин, у нас телевизор сломался Вот отлично Собачка, иди спать Я понимаю, что теле тебе мешало спать Иди Все, больше мы не будем смотреть его Нормально Так Ты что? Не рычи ты на телевизор Иди спать Девочка ты моя Все Так Значит так Мы делаем Действия Делаем, делаем Зачать ребенка Ну что, интересно С первого раза у нас получится Или С какого-нибудь там десятого Давайте промотаем Замечательный звук Да Скоро родится ребеночек Ждем ребеночка Обожар Подождите, ребят Вы спать уже ложитесь Спать И тебе тоже спать Все, перематываем Ждем, пока они все поспят А завтра наступит новый день Завтра у нас будет Выходной Отлично Надо придумать, чем мы займемся Пойдем в гости к Феррари Хорошо Надеюсь, у Феррари тоже выходной А Андрея наш будет рыбачить Так что ему выходной не сильно так важен Он может и выходные рыбачить У него вообще всегда выходной Нормально Он, кстати, на каком На третьем уровне Мы скоро, я думаю, повысимся Значит, для повышения Нам нужно 391 семиллион за рыбу Ого Значит, нам надо много рыбы наловить Соответственно Перетягивание каната Хочет играть Он хочет играть Давайте мы уберем вот это А возьмем вот это О, снег пошел Отлично Посмотрим на снежный город Монт-Твиста Мне самой интересно И вообще Это будет шикарно Наверное, очень красиво будет Вообще, Монт-Твиста Такой красивый город У-у-у, что нам тут пишут? Это замечательно, это самое замечательное время года, наступил зимний праздник. Горячий шоколад течет рекой, бревна тлеют, и на лицах у всех улыбки. На катке или на... ну, короче, понятно, я думаю, мы это уже много раз читали. У нас это стало в фестивале, это круто. Так, Мария у нас встала, у нас, у нас, у нас всё настаёт, у нас, у всех, дорогие мои зрители. Давай, давайте она пойдёт, примет душ и почистит ванну. Блин, уго, сколько снега уже выпало, вот смотрите, за одну-то ночь, и уже почти сугробы. Давайте плей поставим, а то, чё, пауза у нас стоит. Андреа встаёт, он хочет поймать рыбу, нового вида. Да? Скорее всего, мы, наверное, вот это сделаем. Голодный ты, мой мальчик, не ори, пожалуйста, а я тебя сейчас отправлю кушать. Не волнуйся. Обожаю, когда они орут. Они такие смешные, я не могу. О, поёт, как классно. Кстати, в Симсов бывает иногда поёт хорошо, бывает иногда плохо. Вот она хорошо поёт. Блин, ну только вот этот телефон меня раздражает постоянно. Поймёт. Я, кстати, я тоже секрету скажу, люблю петь в душе. Не, ну я думаю, это все так делают, ну это нормально. Иногда, может быть... Ну ладно, давайте мы не будем на Кутину заходить, а то чё-то меня разнесло немножко. Понесло куда-то в другую сторону. Мария помылась. Она, у неё есть свободное местечко для желания, она хочет покататься на пруду, на конках. Ну чё, мы можем покататься, мы можем это сделать. А, купить стиральную машину? Нет, покупать мы ничего не будем сейчас. Так, что мы сейчас сделаем? Значит, у Андрея есть желание. Вот какое желание. Так что он сейчас пойдёт покушает. Точнее, уже кушает, он закончит кушать и пойдёт, сделает. Исполнит своё желание. У нас, кстати, есть ещё и вот это желание. Так что у нас скоро это тоже исполнится. Пять тысяч, вы посмотрите, сколько у нас прибавится. Андрея, ты покушал, я думаю, тебе будет гораздо... Вообще, ты будешь очень хорошим мальчиком, если уберёшься. О, снег, посмотрите на этот снег. Зима, конечно, это красивое время года, но холодное такое. Я не люблю холодное вообще, я люблю весну, люблю лето. А зима, это просто так. Я зимой даже не так часто выхожу из дома. Посмотрите на этот зимний город, ещё больше будет выпадет снега. Потом и будет ещё круче. Классно, посмотрите на этот замок. Замок, я его буду называть замком. Потому что он реально похож на замок. Андрея и вы все освободились. Давайте мы сделаем вот это действие. Вот это действие. Ещё вот это действие. Пообщайтесь, мои голубки. Вам нужно общение. И я думаю, Андрея в зимний такой денёк не пойдёт рыбачить. Ладно, вы поняли. А пойдёт писать драму. Исполним мы всё-таки это задание. Пижамки такой, пижамки. О, он хочет перетягивать кран, но потом сделаем, потому что собачка спит. И она так спит, мило. Господи, это просто чудо, а не пёсик. Чудо-чудо. Чудо-юдо. Так, Мария. О, её тошнит. Ха. Я думаю, у нас есть в парке, где проходит фестиваль, туалет. И если что, мы сейчас туда поедем. Если её начнёт реально тошнит, то она сходит в этот туалет. Так, она хочет покататься на пруду. У нас где-то был пруд рядом с домом. Давайте мы отправимся на этот пруд. Вот сюда. Хотя нет. Давайте мы лучше отправимся на фестиваль. Всё-таки там будет как-то уютнее, там будет много людей. Там будет с кем пообщаться. И вообще она голодная. Ну, мы купим там в ларьках, что там есть такие небольшие будочки, где можно купить еду. Так, давайте мы придумаем название для драмы. Простачок с веслом. А есть ещё какой-нибудь там случайный выбор? Не знаю. Давайте. Я даже не знаю. Всё-таки мы драму пишем. Давайте мы напишем... Всё, вот так вот. Что-то у меня какая-то немножко странное название. Ну, давайте, пускай всё равно. Сделаем всё-таки какие-то драмы. Ой, ладно, давайте мы не будем думать об этой книге. Нам просто надо сделать задание, выполнить задание. Вообще, честно, я бы не писала драму. Я писала бы какой-нибудь юмористический роман для взрослых или там что-то ещё. Мария, давайте примотаем. Пускай она побыстрее приедет на фестиваль. Очень далеко ехать вообще. Знаете, было бы вообще жесть, если бы в Sims 3 они ещё платили за такси. Была бы просто вообще такая растрата денег. Давайте мы сначала купим еду, потому что она голодная. Так, она хочет сделать фотографию или поздравительные открытки. Нет, мы не будем это делать. Хотя, можно сделать? Можно. Это кто? Сэн какая-то, ванна какая-то, ванна, блин, ванна. И она хочет сделать снежного ангела, так что мы это сделаем. А сначала надо купить еду. Имбирное печенье. Давайте купим имбирное печенье. Мне она нравится, я, кстати, ела на Рождество, по-моему. Очень вкусно, вообще просто шикарно. Ещё ела маффины с имбирём. Тоже очень вкусно, просто пальчики оближешь. Э! Так, её тошнит. Подождите, а где еда с имбирным печеньем? Что сейчас только что было? Она сейчас только что пыталась положить в рот, и она побежала в туалет. Подождите, откуда делась еда? Ну, блин, а? Придётся ещё раз покупать. Кстати, у неё есть желание, так что давайте купим. Купим. Желание зато исполнено. Хотя потратим ещё раз деньги. Ой, этот снег, конечно, очень шумный. Да, это же мой ресердок. Ух ты. С нас денег не взяли, я это не прочитала. Значит, то, что я говорила в прошлый раз, то, что мы второй раз будем переплачивать, это не считается. Так, купим ещё раз имбирное печенье или, может, что-нибудь другое, я не знаю, может, глюкс какой-то с этим имбирным печеньем. Ну, вы там долго будете переговариваться. Да? Во. Фу. Кольца лука, это, конечно, жесть. Пирог, фруктовый пунч, суп из моллюсков. Фу. Тоже не очень. Картофель фри. Давайте картофель фри возьмём. Хоть это не полезно. Да, для беременных, конечно, не очень полезная пища. Вообще, не только для беременных. Это вообще не полезная пища. Собирать фестивальные билеты. Сейчас она покушает, и ей можно будет... Она хочет покататься на пруду. Вообще, мы просто покатаемся на коньках. На пруду у нас тут пруда нету. Так что всё, не получится у нас. Юпи, юпи, юпи. Так, время закончилось. Спасибо вам за просмотр 12 серии. Ждите следующего выпуска. Увидимся мы в следующем выпуске. Если вам понравился этот выпуск, вы можете поставить палец вверх. Написать комментарий внизу под видео. Или же подписаться на мой канал, если вы здесь впервые, конечно. Всем пока. До скорых встреч. Увидимся в следующей серии. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!